Добро пожаловать на юбилейские занятия Меньше Духа. Их актором и преподавателем является старший пастор церкви Кентингтон Тэмпл, руководитель Лондон Сити Чордж, Коллен Дай. Меньше Духа – это серия динамичных обучающих программ, предназначенных среди сегодняшнего поколения христиан, в подготовке последующих учеников. Мы молимся, чтобы эти программы вдохновили вас и стали для вас своего рода катализатором на углубление познания Бога, личных взаимоотношений с Господом Иисусом Христом и близости со Святым Духом. Здравствуйте! Добро пожаловать на библейские занятия Меньше Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Наша тема называется так «Как слышать Бога». Мы с вами находимся в процессе, и мы узнаем о всех замечательных способах, как Бог разговаривает с нами лично. Мы знаем, что Бог говорит нам через Своё творение. Библия провозглашает, что всё творение является Словом о Боге. Мы видим, кто Бог, какой Он. Он, когда мы смотрим на всё то, что Он сотворил, Он очень креативный, Бог творческий, и Он открыл Себя нам через Своё творение. Также Он говорит нам через исторические события. Бог совершает историю. Он пишет Свою историю во всём том, что происходит в нашем мире. Мы знаем с вами также, что Бог также разговаривает с нами в нашей совести. Это вот этот внутренний зал суда, внутри нас, который Бог туда поместил, чтобы мы могли различать и понимать разные вещи. Совесть – это очень мощный инструмент, как Бог разговаривает с нами. Также знаем, что Бог разговаривает с нами через Своё письменное, печатное слово. Нет сомнений в этом. Поэтому это самый сильный способ и один из самых важных способов, как Бог разговаривает с нами через откровения в Его Писании. Он также говорит нам через Своих служителей, пророков. И мы видим особенно, как это происходит в Ветхом Завете, когда Бог помазывал людей, которые приносили Слово от Бога своему народу. Мы также знаем ещё, что Он говорит нам через Иисуса Христа, который является полным и окончательным откровением о том, кто такой Бог. Вот почему Он называется Словом Божиим. И вот этот процесс, когда Слово Божие приходит в наши жизни, он фокусируется на том, что Бог говорит нам, что находится в Его сердце, вербально, словами, через Своё Слово. И мы с вами рассматривали различные слова, которые есть в Библии, которые описывают, как Бог даёт нам откровение через Своё Слово. Мы с вами услышали и поговорили о Логос Божьем, что это является полным откровением о том, кто есть Бог. Мы также услышали и узнали о Рема от Бога, другими словами, это Его напрямую даваемое Слово лично, которое говорит нам в нашу жизнь. И когда мы с вами говорим, что мы слышим Бога лично, и очень близко это звучит для нас, и мы делаем это сами, нам тут же необходимо задать вопрос, а как же нам удостовериться, что это действительно Бог, который говорит? Потому что нам не нужно придумывать ведь какие-то идеи или воображать что-то на самом деле. Это Слово от Бога, которое приходит очень ясно, чётко и конкретно. Поэтому нам с вами нужно понимать, что всё, что мы верим, что говорит нам Бог, это всё нужно оценивать и анализировать на основании Божьего Слова. Может быть, к нам пришёл сон или откровение, нам нужно испытать это, сравнив это с Писанием. Поэтому наши сны, наши мечты, наши откровения, наши идеи, когда мы думаем, что это Бог, который нам говорит, нам обязательно нужно обратиться к Писанию, чтобы это проверить и испытать, потому что в Писании мы видим данное нам Богом полное откровение о Его Слове в наши сердца. Итак, каждое обетование, каждое пророчество, каждое побуждение должно быть в полном соответствии с печатным Божьим Словом, не только с этим печатным или письменным Словом Божьим, оно должно быть в полном соответствии с Личностью Иисуса, потому что Он также является Логосом. На самом деле, ты можешь найти слово, которое является полностью в соответствии с Писанием, и ты даже не сможешь найти недостатки в Его Богословии, в доктрине или в соответствии с Писанием. Ты можешь сказать, что это место Писания или слово из Писания, но оно неправильно. И ты говоришь, ну а как это? Подожди немного, ты испытал это слово, оно соответствует Божьему Слову. Это должно быть Бог, который мне говорит, нет, не обязательно, потому что даже дьявол может цитировать Писание, только потому что это слово прямо взятое. И в Писании это не обязательно означает, что это реально слово для тебя от Бога. Многие люди, которые учат разным вещам, они говорят такие вещи, которые звучат в точности, вот как будто бы от Бога. Но когда ты слушаешь, это кажется, что соответствует вроде бы Божьему Слову, но какой дух стоит за этим, он неправильный. И может быть дух осуждения. Кто-то может привести пророческое слово, которое абсолютно верно во всех деталях, если сравнить с Библией, с Писанием и с фактами, но они мотивируемы неправильным духом, и тогда это может звучать как резкое слово осуждения. Или они служат людям осуждением, вместо того, чтобы служить людям любовью и убеждением от Бога. Это не значит, что каждое слово обличения должно быть от Бога. Нет, Бог тоже может говорить достаточно резкое и обличающее слово, но все равно оно в соответствии с откровением о спасении и искуплении в Иисусе. Давайте я дам вам пример. Есть так называемые сегодня пророки, которые берут слова Еремия и применяют их ко всему вообще, что движется. Еремия говорит, Еремия говорит, Еремия говорит. Послушайте, я хочу рассказать вам, кто такой был Еремия. Это пророк Ветхого Завета. Понимаете, то, что он говорил, указывал на пришествие Иисуса Христа, на тот суд он указывал, который Иисус примет за нас. Поэтому эти пророчества Ветхого Завета нужно увидеть таким образом, профильтровав их через личность Иисуса Христа, чтобы мы не просто брали их буквально, вот какие они там стоят, и без различия применяем их к своим современным ситуациям. Мы должны двигаться в дух Иисуса. Я не говорю, что Еремия противоречил Иисусу на самом деле. Еремия был великим прообразом Иисуса. Это плачущий пророк, муж печали, знакомый со страданиями и скорбями. Да, есть замечательные параллели, которые существуют между Еремией и Иисусом, но его послание должно быть понимаемо в свете его исполнения в Иисусе. Если Еремия является прообразом Иисуса, если он являлся, скажем так, тенью той сути, которая пришла в Иисусе, тогда мы, когда слушаем Бога, мы должны услышать слово Еремия в соответствии с его полными намерениями, в том, как оно исполнилось в личности Иисуса Христа. Я вижу по взгляду на ваших лицах, что многие из вас это понимают, и это действительно к вам пришло, такое понимание. Я извиняюсь, скажем так, с одной стороны, потому что я сейчас действительно глубоко иду, и я хочу немножко расширить ваше понимание. Я действительно стараюсь это сделать. Но вам нужно вырасти в своем понимании. Вы можете взять эту видеозапись или аудиокассету и учение, которое стоит у нас в конспектах, в рабочей тетради, чтобы вы могли снова и снова возвращаться к этой мысли, и чтобы вы услышали и повторили это еще раз. Вы знаете, это важно, испытывать все, что заявляют о себе, что это слово или послание от Бога. Но оно должно быть настоящим истинным словом Рема, которое соответствует Божьему Слову, логос, печатного слова и логос живого слова. Написано, печатное слово Библии, живое слово, Иисус. И однако, когда мы проверяем и используем это слово Рема, мы видим, что оно конкретное, конкретное слово. К примеру, Матвей 4 глава, 4 стих, Иисус сказал, написано нехлебом, одним будет жить человек на всяком слове, исходящем из уст Божий. Что здесь Иисус сделал? Неужели он просто цитировал Писание? Нет, он не просто цитировал Писание. На самом деле, он использовал меч Духа, слово Рема, Божье. Он сказал, Сатана, я не буду тебя слушать, я слушаю Бога. Написано, ты должен принять слово от Господа. Он не просто использовал Писание, потому что Писание само по себе не могло бы причинить вред Дьяволу. Но это был Иисус, он запустил это Писание в практику. И он сказал, написано, что нехлебом, одним будет жить человек на всяком слове, исходящем из уст Божий. Что означает, я не буду слушать тебя, и тот хлеб, который ты хочешь, чтобы я взял, я слушаю моего отца, я питаюсь от него, я слушаю его слова, а я не слушаю тебя, и потому что я слушаю Бога, а не тебя, поэтому ты побежден или поражен. Поэтому слово Рема от Бога означает, нужно ходить, жить в общении с Богом, через Духа Святого. Еще один пример. Например, послание Ефесянам, 6 глава, 17 стих. Ефесянам, 6, 17, здесь говорится так, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье, меч Духа, который есть Слово Божье. А где же этот меч Духа? Где его обычно держат? Обычно он вешается и держится на поясе истины. Когда ты достаешь меч Духа, ты его достаешь из тех ножен, которые находятся на поясе истины, итак, ты берешь, достаешь с пояса истины свой меч, истина, а это тотальность и полнота Божьей истины, меч Духа, это Слово Рема. Ты берешь Рема, берешь конкретное Слово, ты достаешь из общего накопленного резерва истины, которую ты держишь внутри себя, и ты несешь Божье Слово, и ты берешь это конкретное Слово, которое Бог тебе показывает, и ты его используешь как меч Духа. Это на самом деле откровение Духа для тебя относительно того, как тебе молиться, что тебе сказать в конкретной ситуации, как тебе служить больным, как тебе и куда тебе идти конкретно, в том направлении, которое Бог дает тебе. Поэтому здесь мы с вами видим, это Слово Рема от Бога, оно абсолютно жизненно важно для нас, для нашего понимания того, как мы можем слышать Бога. Итак, нам нужно начинать с того, что мы анализируем, изучаем это, как Слово Божие, написанное Божьим Слово, связано с Рема, с живым Словом Божиим, о котором сейчас я вам говорю. И теперь, 2-е послание Тимофея, 3-я глава, 16-17 стихи, было бы хорошо, чтобы вы открыли этот отрывок. Здесь для нас говорится следующее, что Божье Слово, оно дается по вдохновению от Бога, дается Бога духовновенно. В новой международной версии английского языка написано, оно как пришло, как дуновение, как дыхание от Бога. Греческое слово это теопнюстос. Тео означает Бог, и слово нюстос означает дыхание, как дыхание, Бога духовновенное. Поэтому это Божье дыхание, это Его дух. Божье Слово приходит от вдохновения, от Духа. На английском слово inspiration, инспирация означает вдохнуть, тянуть воздух в себя. Но это слово не очень правильное, потому что здесь смысл такой, это слово выдыхается. Поэтому мы можем сказать, что любое Божье Слово, любое Писание приходит от Божьего вдохновения, от Божьего дыхания, когда Он делает выдох, Он выдыхает Его. Псалом 32, 6-й стих, говорит, Словом Господа, сотворены небеса, и духом уст Его, все воинство их. Вы видите, или дыханием уст Его? Слово Господне, это параллель здесь, приходит от дыхания Его уст. Другими словами, Слово от Господа и есть дыхание Его уст. Поэтому здесь, где написано, что Писание Бога духовновения, это означает, что каждая часть Писания, оно полностью вдохновлено Богом. Это Божье дыхание, это продукт, результат Божьего дыхания, это Его Слово. Я сейчас разговариваю с вами, я выражаю слова, и мои слова приходят к вам, этот звук приходит к вам, благодаря моему дыханию, потому что мое дыхание, оно использует мои голосовые связки, формируются звуки, вы слышите эти звуковые волны, и также вот это в системе звукозаписи, или те, кто смотрят по телевидению, на видеозаписи. У вас на телевизоре есть спикер, есть колонка, есть вибрация, благодаря моему голосу, есть волны, которые распространяются через воздух, и мой голос, мое дыхание несет вам слова. Итак, мое дыхание, дыхание мой хуст, это мое слово, дыхание Божий хуст, это Его Слово, писание это есть то самое Слово Божие. Это очень важная мысль, потому что это означает, что все писание полностью вдохновлено Богом. Бог дышит на нас, Божьим словом. Заметьте также, в каком грамматическом времени стоит глагол. Все писание является Бога Духновеном. Здесь не написано, оно было Бога Духновеном. Здесь написано, оно сейчас, в настоящее время Бога Духновеном. Это означает, что Бог не просто выдохнул писание однажды и навсегда, когда их только-только записали, или когда составили этот сборник, не вместо этого Божьего Слова, Его писания, они все еще вдохновляются, и выдыхаются Богом. Поэтому Божье писание, когда ты приходишь, Его берешь и слушаешь Божье Слово, это все еще является Божьим Словом сейчас, прямо сейчас. Это все еще Божье дыхание, оно все еще Бога Духновенно и дышит для нас. Писание – это не мертвая книга, Писание – это живая книга. И вот почему сила Писания приходит к нам, когда Бог выдыхает Своё Слово своим Духом, оно выражает Его святую природу, Его характер и все, что Он говорит, оно вкладывается в Его Божественную силу. Поэтому, когда мы обращаемся к Писанию, мы видим, что Писание действительно приносит жизнь. Евреям 4, 12, здесь говорится о Слове Божьем. Написано, что Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча, бою до острова. Оно проникает до разделения души и духа. Оно разделяет душу и дух, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные. Итак, Слово Божье, оно живое, оно живет. И вот здесь мы видим это слово «логос», что означает «записанное Божье Слово среди всего прочего». Поэтому, когда мы обращаемся к записанному Божьему Слову, мы видим, что оно совершает эту внутреннюю духовную работу в нашей жизни, в наших мыслях, в нашем отношении. На самом деле, по факту, написанное Божье Слово, оно прорезает через все внешнее, внешнее поведение и достигает реального состояния нашего сердца, проходя через наши скрытые мотивы, мысли, наши намерения. И все это тогда открывается. Поэтому мы должны понимать, что Божье Слово, Писание, это не мертвое Божье Слово. Это Слово Бога, которое живое, активно действующее. Когда ты читаешь его, Дух Святой его берет. Он прикасается к тебе. Слово Божье, это Духовное Слово, которое проникает глубоко внутрь тебя. И оно несет в себе все, все характеристики и способности Бога. Оно производит что-то, оно активно действует в нас. Оно производит Слово. Римлянам 10, 17. Я не буду сейчас перечислять все эти местописания. Они у вас есть в списке, в конспектах, в рабочей тетради. Слово Божье приносит веру. Писание приносит новую жизнь. Новое рождение, рождение Существа, Слово Божье, приносит нам духовную пищу, откровение, направление, очищение, святость, награду и благословение. Псалом 1 говорит, что в соблюдении твоего Слова есть великая награда. Псалом 18, 11. На самом деле, это Мисписание. Слово приносит награду, благословение, исцеление. Он послал свое Слово и исцелил их. Как хранить свою жизнь в чистоте? Нужно соблюдать себя по Слову Твоему. Итак, ты слушаешь, слушаешь Слово. Оно приносит победу над дьяволом. Слово приносит свободу от суда. И сила в Божьем Слове, она абсолютна. И Бог может взять любой элемент из Своего Слова. Может быть, это Иисус лично. И в Духе Святом, который говорит нам. Или в Писании, через пророчество, Он может служить нам своими дарами. Таким образом, делая это Слово Божье, оно действует очень сильно, мощно. Приносит экстраординарную эффективность, потому что это является выражением личного характера и природы Божьей. И наполнено Слово, Его Божественная Сила. Итак, мы видим здесь этот великий логос Божий, который приходит к нам в Писаниях. Это Его записанное Слово. И вы знаете, цель всегда является личной для этого и основывается на личных отношениях. Почему Бог потратил так много времени, пошел на такие большие усилия, для того, чтобы обеспечить то, чтобы Писание было для нас записано и сохранено? Почему? Потому что Он хочет нас благословить. Потому что Он хочет, чтобы ты вошел в эти личные отношения с Ним. И эти Писания, они сделают тебя мудрым, они умудрят тебя во спасение. 2 Тимофея 3, 15, 17. И хотя откровение о Боге в Писании ограничено, потому что Богу нужно было эту книгу как-то завершить, в какое-то время оно ограничено, но не говорит. То есть Он не говорит здесь все, что мог бы, возможно, сказать, но это непогрешимое, надежное Божье Слово. И оно является настолько, насколько возможно, полноценным, полноценной книгой, где все это записано. Более того, это полноценная запись обо всем, что нам нужно для жизни, благочестия. Поэтому оно может устоять перед любым анализом, рассуждением. И мы можем увидеть сразу же практическое его применение. Мы должны просто закопаться в этой книге, погрузиться, мы должны читать, и читать, и изучать, и понимать, пропитать себя этим записанным Божьим Словом, потому что там находится, в нем находятся Божьи откровения. И точно так же, как личное слово Иисус несет в себе две основные характеристики, Иисус, Он является и Богом, и человеком, Точно так же, и записанное слово, записанный Логос Божий, несет в себе эти две характеристики. Библия является Словом человека, и также оно является Словом Божьим. Другими словами, это не так, что вот так под диктовку Бог что-то сделал. Люди, святые люди Божьи писали, будучи движим и Духом Святым. И поэтому мы видим, что это слово, которое Бог давал через человека, поэтому это слово человека, но также оно является Словом Божьим, в том, что Он, Он следил, контролировал весь этот процесс, чтобы все, что там было написано, было в точности, то, что Он намеревался, чтобы оно было записано, потому что это было дыханием всего уст. Люди, некоторые спрашивают, как это возможно? Мы не знаем. Как может Иисус быть полностью Богом и полностью человеком? Мы не знаем. Две природы, два характера. Он Бога-человек в одной личности, в Иисусе Христе. Есть мы видим Писания, которые также являются и Словом человека, и Словом Божьим, но это и есть Божье Слово в таком смысле, что все, что Бог хотел сказать, Он обеспечил то, чтобы оно было сказано. Некоторые спрашивают, ну как это возможно? Посмотрите на Павла. Он учился, он был образованным, грамотным человеком. Он получил откровение, написал две трети Нового Завета. Ну, я вот что вам скажу. Когда Бог хотел сказать в точности то, что говорил Павел, Он поднял Павла, чтобы Павел это сделал. И он также следил, наблюдал за образованием Павла, его опытом, переживаниями, его духовностью, его переживанием с Богом. Он дал ему помазание, власть и силу, чтобы это сделать. Поэтому, когда Павел говорил и писал, писал в точности то, что Бог намеревался для него, чтобы он записал. Поэтому мы видим, что вот это Боговдохновение, Писание, оно звучит во всем Божьем Слове. 66 книг, которые были написаны, как минимум, 40 разными авторами, охватывая период примерно 1600 лет, и все равно это слово говорит одним голосом, голосом Духа Святого. И потому что это голос Духа Святого, Библия говорит, что это полезно нам. 2 Тимофея 3, 15-17 стихи. Здесь говорится, при том же ты из детства знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя или сделать тебя мудрым во спасение веры во Христа Иисуса. Все Писание Бога вдохновенно, или дано вдохновению от Бога, и полезно. Писание полезно. В новой международной версии английского языка написано полезно и применимо. Здесь говорится, что это полезно не просто, как, например, часы у меня здесь на запястье. Понятно, часы, они как бы полезны, но они не обязательно мне нужны, то есть можно и без них обойтись. Но я их вот так вот одену. Здесь не просто вот так вот, ну, полезно иметь Библию, но можно и без нее обойтись здесь, где написано полезно, это значит, есть практичное, важное применение. На практике оно полезно. То есть есть практическое применение. Библия говорит, для чего полезно? Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И это означает, что каждая часть этих писаний имеет практическое применение, чтобы сформировать твою жизнь, тебя сформировать, чтобы ты жил в отношениях с Иисусом лично, чтобы помочь тебе и воодушевить тебя в своих отношениях с Богом. Для научения. Это стандарт, по которому все измеряется. Обличение – это значит, показывает нам, где мы что-то неправильно делаем, с целью, чтобы мы вернулись к правильному. Исправление – это значит, нам поможет оно вернуться на правильную дорогу. Потом, для наставления правильности, чтобы мы остались на правильном пути. Итак, Слово Божие, написанное Божье Слово, заряжает нас во всей полноте, для всех дел, для каждого акта служения, каждого дела жизни. Говорится, чтобы человек Божий, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу, приготовлен 17 стих 2 Тимофея 3 глава. Итак, Писание, оно такое абсолютное, во всей полноте, тщательное и детальное, полностью полезное для нас во всех аспектах нашей жизни, поэтому мы обращаемся к Божьему Слову, чтобы услышать, что скажет нам Бог. Но Библия – это не просто такая внешняя книга правил. Нет, книга живая, активная, и Слово идет глубже, чем просто книга, которая несет какое-то откровение. Это Божье Слово, которое работает в наших сердцах и жизни. Поэтому, говоря о том, как слышать Бога, мы будем делать больше, чем только изучать Писание. Мы будем так же и говорить, Господь, а что ты говоришь мне? Поэтому мы входим в такие отношения, в которых Бог Дух Святой, который вдохновил это записанное Слово, чтобы оно было написано, этот же самый Дух Святой, он будет работать к тебе через Божье Слово, чтобы принести тебе это откровение, чтобы помочь тебе понять его, чтобы ты мог жить в этом, чтобы показать тебе, как это применить к твоей жизни, чтобы давать тебе иллюстрации. И очень славное проявление того, что означает это Слово, это как иметь живого наставника, который с тобой находится рядом 24 часа в сутки, чтобы объяснять тебе Божье Слово, и даже более того, ты не просто наставник, а ты имеешь самого Автора, который живет внутри тебя, чтобы объяснять тебе, показывать тебе, открывать тебе то, что говорил Автор и о чем он говорил всегда и все это время. Поэтому нам нужно увидеть, что Дух Святой работает вот таким образом, и это очень-очень реально. Нам также нужно увидеть, что не все, что тебе нужно знать детально, находится в Писании. Вообще, все, что тебе нужно знать, в принципе, находится в Писании. Но, например, может быть, Писание призывает нас идти в другие народы. Например, Бытие 12 глава, где Бог призвал Авраама пойти, или Иона 1 глава 2 стих, где Бог сказал, «Станете в Неве» и во многих других отрывках. Мы видим, что мы призваны идти, Иисус говорит, «Идите», и когда мы призваны, Он может проговорить нам через одно из этих мест Писания, но ведь куда идти? Куда? В Неневе, что ли? Может быть, а может быть, нам не нужно в Неневе идти, понимаете? А куда же мы призваны пойти? Это не находится буквально в Писании. Это не так, что там написано, «О, хорошо, Колин, иди в Лондон». Откуда этот призыв пришел? Это был призыв, Бог сказал, но не в Писании было записано это конкретно. Поэтому нам нужно увидеть общий призыв, пойти туда, куда Бог призывает вас, и этот общий призыв должен стать конкретным благодаря и посредствам живых отношений, которые мы имеем с Богом, автором этой книги, которая говорит нам слово вместе с этой книгой, дает нам конкретные инструкции. Езжай в такое-то, такое-то место в Африке или в такое-то место в Южной Америке, Бог давал мне видение и об Африке, и Южной Америке, когда я только спасся, и уверовал, Он показывал мне, куда я должен пойти, и как Он поведет меня оттуда. Поэтому через все это, благодаря этому всему мы знаем, что мы имеем, как Иисус называет Его, другого утешителя, Аллос Параклетос, еще одного другого утешителя, другого советника, того, который в точности такой же, как Иисус, который будет вести и направлять нас во всю истину, и Он возьмет нас и приведет прямо туда, куда нам нужно пойти. И также мы знаем, что вот эти личные отношения с Богом, посредством Духа Святого, посредством Писания, это отношения, которые мы должны культивировать и взращивать, когда мы слушаем Его. И вот когда мы это видим, что мы имеем вот такие живые отношения, нам нужно тогда охранять себя от всех злоупотреблений этим. Вот некоторые делают, как я и говорил, это люди, которые говорят слова, которые вообще не соответствуют ни Иисусу, ни вообще Слову Божьему, Писненному Слову Божьему. Другие также начинают разные какие-то сомнительные средства водительства используют, и они водимы какими-то суевериями, вещами, которые противоречат Божьему Слову. Например, астрология, это какие-то странные предрассудки, суеверия, многие другие способы. Это карты Таро, читать что-то на чайных листьях или там на кофейной гуще, нумерологии, все эти вот такие вещи, всякие суеверия и гуроскопы, они не относятся к Богу. Поэтому, когда мы ходим в Духе, мы будем противостоять таким вещам. Я не говорю, что нам нужно развивать какую-то, знаете, христианскую форму предсказания или гадания. Я не говорю, что мы должны использовать пророчества как медиумы, которые в жизни других людей что-то вещают. Нет, мы за таким вещами не ходим. Мы должны научиться следить за тем, что мы различаем между тем, как мы слушаем Бога, или когда попадаем в заблуждение и слушаем лукавого. Дьявол, враг, он обманщик, он обольститель, он лжец, он противник Божьего народа, он противник самого Бога, и он противник Божьим методам коммуникации и передачи информации. Все виды гадания, все формы оккультного, спиритистского какого-то водительства, это мерзость для Бога. Это не что другое, это просто какие-то декорации в театре демонического мира, где действуют скрытые, злые, эти силы, которые есть в этом мире, сатаны. Тем не менее, это те вещи, с которыми мы не должны иметь ничего общего вообще, потому что человек может стать одержимым бесами, если начнет заигрывать с такими вещами. Вот почему я это сейчас упоминаю, потому что многие люди смотрели на это в негативном свете, но они не увидели позитивно, потому что есть слово знания, и часто люди противятся ему, они говорят, это звучит как будто это как будто от дьявола. Но какая трагедия, что церковь Иисуса Христа так часто далеко от Бога находится, что когда начинают приходить люди, которые двигаются в истинном служении, дарах Духа Святого, настоящих дарах Духа Святого, это настолько сверхъестественно, что этого раньше, например, в той церкви не видели, и они говорят, это не может быть от Бога, это от дьявола. Но мы должны следовать за дарами Духа Святого в соответствии с Божьим Словом, но не путать истинное и подделку. Подделка – это всегда неправильно, потому что это уводит нас от того, кто есть Иисус. Это против Писания, против Божьего Слова, против Духа Христа, мы будем с вами рассматривать на следующем занятии, как нам посмотреть это более детально, чтобы различать и рассудить, от Бога это или нет. То, что сейчас сказано прямо сейчас, я хочу оставить вас с этой мыслью, что нам нужно отвернуться от всего, что не от Бога и не от Духа Святого. Поэтому у нас есть Божье Слово, Живое Слово, Иисус, записанное Слово, Писание и все другие средства, через которые Бог проявляет Своё присутствие и Своего Духа вам. Вы можете научиться слышать Бога и слушать Его, и когда вы Его слышите, ваши отношения с Ним развиваются, вы возрастаете в вере в познание Господа Иисуса Христа. Пусть Божья благодать сойдет на вас, когда вы продолжаете развивать себе этот образ жизни, стиль жизни, как слышать Бога. Ну, мы завершаем наше занятие, в следующий раз мы с вами встретимся, продолжим с этого момента и будем дальше разбирать учения. Не забудьте, читайте конспекты и благословит вас Господь. На этом мы завершаем наше сегодняшнее занятие на тему пророческого слушания. Я молюсь, чтобы Бог начал служить вам и помогать вам понимать, как вы можете сами слышать Бога и как вы можете то, что Он скажет вам, запустить на практике в дело. На следующий раз мы встретимся и продолжим говорить на тему, как слышать Бога. Всех вам благословения от Господа! Субтитры создавал DimaTorzok